Кубинская столица – город Гавана. Её называют самой красивой островной столицей мира. Скорее, её можно назвать одной из самых интересных. Этот город, чья богатая история, как морщины на видавшем вида лице. Видна сразу же. Туристам стараются показывать самые приглядные места столицы. Как выглядит типичный кубинец? Скорее всего, многие представили импозантного дядьку с сигарой и целым стаканом рома. Питьё рома на Кубе – это образ жизни. О нём слагают песни. Что может быть приятнее для кубинца, чем петь о своём любимом напитке? 10 лет назад в Гаване в здании 18 века открыли музей знаменитого местного напитка – кубинского рома. Здесь у туристов есть два пути. Можно сразу же отправиться в бар и познакомиться с этим напитком на дегустации, а можно пойти на второй этаж и узнать его историю, что мы с вами сейчас и сделаем. По ком звонит колокол? Когда-то его звон был сигналом к началу работы на сахарной плантации, а теперь в него звонят конкурсоводы. История Ромы началась в 18 веке, когда на остров завезли сахарный тростник. Сделали это испанцы, и тут же начали изготавливать из тростника ром. С тех пор много чего изменилось. Производство рома стало намного проще, и из тростника кубинцы уже научились делать очень много полезных вещей, начиная с бумаги и заканчивая тем же самым простейшим сахаром. Но по-прежнему сами кубинцы считают, что самая полезная и весёлая вещь, которую добывают из тростника – это ром. Вот это макет завода по переработке сахарного тростника. Настоящее масштабное производство рома в стране началось во второй половине 19 века, когда сюда прибыли два человека – Хосе Ричебал и Покондо Бакарди. Здесь они открыли две разные линии производства и основали знаменитейшие во всём мире марки рома. Они в России у нас тоже представлены, наверняка вы их тоже знаете. Ром изготавливают во многих странах мира, но кубинцы по праву гордятся своим. Никто в мире точно и не знает, откуда пошло название и сколько точно разновидностей этого крепкого спиртного напитка существует. Сахарный тростник и продукты, производные из него, присутствуют в жизни кубинцев повсеместно. Здесь, в кубинских кафе, есть вот такие стоечки небольшие с такой вот машиной. В ней готовят гуарапу. Это сок из тростника. Такой, какой быстрый. Вот он, сахарный тростник. Стоит у ребят в отдельном таком чане, в такой коробке. Гуарапа изготовлена собственными ручками. Ох, нелегко даётся напиток, но тем лучше. Говорят, вот этот сок из сахарного тростника гуарапа. Ну, во-первых, это такое первоначальное сырьё для изготовления рома. Это понятно, но кубинцы вообще пьют его просто так, разбавляя каким-нибудь вкусным соком, к примеру, апельсиновым. Но я хочу попробовать чистый гуарапу. Правда, говорят, что он обладает некими такими слабительными свойствами, но это если его выпить много. А я собираюсь попробовать чуть-чуть. Так, ага. Так, гуарапа. Свеженький. Только что бегал. Ага. Лёд? Нет. Я буду чистый. Только гуарапа. За свободную кубу. Сладкий вообще. Отличный. Классный. Супер. Грациас. Супер. Супер. Правда, очень вкусно. Муча густо. Мегусто. Кубинский общепит. Отдельная тема. Туристы могут есть в ресторанах, там, где принимают доллары и песо. Это свободно конвертируемые кубинские деньги. Для местных рестораны не по карману. В Гаване огромное количество ресторанов на разный вкус и кошелек. Но вниманию путешественника обязательно должен удостоиться один, что расположен в старом городе – Лагуарида. Такого вы нигде не видели. С раскаленной улицы тут же попадаешь в прохладный подъезд со следами колониальной роскоши. Но согласитесь, вот это все довольно странный вход для ресторана. Дом был построен в 1913 году. Тогда здесь жили, ну, не самые богатые, но, по крайней мере, зажиточные кубинцы. А теперь здесь коммуналка. Вот там сейчас живут люди. Если бы не табличка, я бы подумала, что это дверь кого-нибудь из жильцов. Так, где-то здесь звонок. Вот он. Войти в ресторан можно только по предварительной договоренности. Название ресторана «Лагуарина» означает «логово». В основном сюда приходит местная богема, актеры, богатые кубинцы и иностранцы. В основном в меню этого ресторана традиционные кубинские блюда, восстановленные местными поварами по рецептам 19 века. Но есть и европейские предложения. Но я смотрю, что цены в меню довольно высокие, особенно для Кубы. Примерно 13 долларов за блюдо. Этот ресторан расположен практически в центре Старой Гаваны. По этому району лучше перемещаться пешком. Так вы точно не пропустите ни один из исторически значимых объектов, которых здесь около 900. Я иду по единственной в мире деревянной мостовой из черного дерева. Она появилась здесь в конце 18 века. Ее построил местный губернатор, ставленник испанцев, дабы его дорожайшей супруге не мешал стук каретных колес обулыженную на столу. Столица Кубы делится на три части. Новая, центральная и старая Гавана. Последняя, самая интересная. Вот это самый известный бар Старой Гаваны. Называется «Флоридит». Говорят, здесь лучше всего готовят три самых известных кубинских коктейля. Тайкири, Куба-Либра и Мохито. Ух ты! Внутри здесь темновато, но народу достаточно. Здравствуйте! Здравствуйте! И меня Юра зовут. Юра зовут Авель. Авель, Юра. Очень приятно. Сейчас мы с Авельем будем готовить, пожалуй, сам знаменитый местный коктейль. Называется тайкири. У нас есть нескольких тайкири, но больше интересный тайкири – это тайкири классический, называется флоридита. И тайкири Папа-Хемингуэй. Мы тут произносим имя великого американского писателя. Дело в том, что действительно именно Хемингуэй прославил флоридиту. Сюда он зашел и модернизировал местные тайкири. Именно поэтому оно называется тайкири Хемингуэя. И он изменил состав. Как же он изменил состав? Чем отличается тайкири Хемингуэя? Давайте готовить. Сначала мы готовим классический тайкири. Его состав входит сахар, колотый лед, капля вишневого ликера и, конечно, белый ром. Хемингуэй первый раз, когда приехал в Гавану в последние годы своей жизни, нашел сюда, в флоридит, и заказал себе какой-нибудь хороший местный коктейль. Ему принесли тайкири. Он сказал, да. Внимательно все смотрели за его реакцию. Он сказал, да, это очень мне нравится, но, пожалуйста, будьте добры, в следующий раз готовьте мне с двойным ромом и без сахара. Вот так и родился папа Хемингуэя. Секрет тайкири от Хемингуэя – отсутствие сахара, большее количество рома плюс грибфрутовый сок. После того, как для Хемингуэя начали готовить коктейль по его рецепту, то есть правильный тайкири, он стал здесь постоянным посетителем. У него было зарезервировано специальное место за стойкой. Сейчас я как раз туда и пойду. Вот он, друзья, великий писатель Эрнест Хемингуэй. Это тот, который написал «Старик и море» и «По ком звонит колокол». Кстати, оба этих произведения в разные периоды были написаны здесь, на Кубе, в Гаване. Здесь недавно совсем в этом баре установили его памятник, чтобы туристы, приходящие, могли воочию убедиться, где же было его место. Место было действительно прямо здесь, за стойкой. Каждый день практически писатель сюда приходил и выпивал свой тайкирик. Еще при жизни Хемингуэй говорил, что мешает писателям. Деньги, женщины, чистолюбие и выпивка. А также отсутствие женщин, денег, чистолюбие и выпивки. Вот это вилла – дом-музей Хемингуэя. В нем он жил с 1939 по 1960-е годы со своей последней женой Мэри Уэлш. Говорят, в доме огромное количество книг, около 9 тысяч томов. И даже в туалете есть книжные полки. Также в доме коллекция макосин писателя, охотничьи трофеи, раритеты, вывезенные из Африки. Но в сам дом заходить нельзя. А на внутреннее убранство можно лишь посмотреть через окна. Дом писателя расположен в окрестностях Гаваны. Сам он говорил о своей вилле, что это место, куда приятно возвращаться отовсюду, где бы ты ни находился. Внутрь не пускают под тем предлогом, что в музее много личных вещей писателя. И посетители могут растащить их на сувениры. Здесь бывали знаменитости тех лет. Гарри Купер, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман. Мы с вами в трехэтажной башне, которую выстроила для Хемингоя его четвертая жена. Здесь на первом этаже располагалась мастерская, где делали мебель для дома. Также здесь жили многочисленные хемингоевские кошки. Их было у него около 50. Видите, на этой картине он изображен с одной из своих любимец. На втором этаже располагалась коллекция оружия Хемингоя. А на третьем предполагалось, что писатель будет творить. Но здесь ему категорически не работалось. Он писал о себе в доме на первом этаже, стоя за печатной машинкой. На территории поместья есть бассейн. Это тот самый бассейн, в котором когда-то плавал Хемингоя. Делал он это довольно часто. Летом по нескольку миль по периметру бассейна он проплывал. Это был вообще человек, который очень заботился о своем физическом здоровье. Занимался спортом, очень хорошо боксировал. Этакий образ американского миллионера. Настоящая американская мечта. Одно из своих самых лучших произведений «Старика Мойра», за которое, кстати, Хемингоя получил Пулитсеровскую премию. Он писал о городе Хемар, в котором мы сейчас с вами находимся. Хотя в те времена, во времена Хемингоя, Кахимар был лишь маленькой рыбацкой деревушкой. Образ старика он списал с одного из местных жителей. В 1962 году благодарные рыбаки Кахимара поставили Хемингою памятник. Сделали они это на собственные средства. И говорят, памятник был создан из переплавленных цепей и якорей. Правда, после Кубинской революции частный промысел рыбы был запрещен. И теперь для местных жителей рыбная ловля скорее хобби. Кубинские города хранят память о воинственных временах, когда Куба подвергалась нападениям со стороны испанских корсаров и флебустьеров. И в наше время древние пушки многочисленных кубинских фортов и крепостей нацелены в море в ожидании непрошенных гостей. На западном берегу Гаваны сохранился самый старый форт Америки – Лориал Фуэрса. Он входит в комплекс фортификационных сооружений Моррос Кабаньос. Здесь, в крепостном комплексе Моррос Кабаньос, каждый вечер стреляет пушка. Но если раньше этот выстрел означал, что городские ворота и городская гавань закрыты на вход и выход, то теперь он знаменует начало бурной ночной жизни города. Вечернее развлечение зависит прежде всего от размеров кошелька. Местные жители вообще могут выйти с гитарой и присесть у подъезда. У туристов развлечения более запланированные. Ночная жизнь в Гавайи протекает абсолютно по-разному. Можно весь вечер просидеть в каком-нибудь баре с бокалом мохито в руках, а можно всю ночь протанцевать на танцполе. Я предлагаю вам заглянуть в одно из самых злачных мест столицы Кубы – Кабаре Тропикана. При входе в Кабаре женщинам дарят по цветку, а мужчинам презентуют настоящую кубинскую сигару. Тропикана выглядит как шоу в лучших американских традициях, старых. И действительно так и есть. Оно открывалось еще в 1939 году, специально для американцев, богатых, которые отдыхали здесь на Кубе. С тех пор на острове многое изменилось. И более 50 лет он совершенно свободен от всякого влияния. Но на Тропикану это ровным счетом никак не повлияло. И вы видите, шоу продолжается, и каким успехом оно пользуется у зрителей. Да не умеетumе, единая служба. Ча-ча-ча! Игорь Хónчал!